Всем привет! Очень интересная и очень показательная ситуация сейчас вновь возникла вокруг Джон Роулинг и конечно же ее хейтеров. Ну как бы о том, какое противостояние ведет уже несколько последних лет создательница Гарри Поттера и насколько много у нее теперь стало врагов, думаю лишний раз даже и не стоит говорить. Вот только получилось так, что несмотря на все старания недоброжелателей, Роулинг в принципе все еще на плаву и очень даже неплохо себя чувствует. Даже несмотря на новую волну хейта, свалившуюся на писательницу после ее заявлений касательно Олимпиады. Но сегодня не об этом, а о том, как бедным хейтерам не осталось ничего, кроме как пойти на крайние меры, перейти черту и пуститься уже просто в откровенную дичь и оскорбление. Но увы, даже и тут их ждало очень-очень горькое разочарование. Более того, бумеранг прилетел такой, что мы снова наблюдаем нытье и причитание бедных несчастных недоброжелателей, которые пытались наброситься на Джон Роулинг, но что-то пошло не так. Сейчас во всем этом разберемся в деталях. Итак, мы уже неоднократно вам рассказывали всю хронологию противостояния Джон Роулинг и транс-сообщества, или даже не столько противостояния писательницы и трансов, сколько ее борьбу против людей, которые в целом отрицают, ну порой даже элементарную реальность, пытаются стереть границы и занимаются другим мракобесием под соусом своей типа прогрессивной борьбы за все хорошее. При этом оппозиция против Джон в какой-то момент набралась настолько мощная, что оказалось это конец, и создательница книг о Гарри Поттере никогда не оправится. Но не тут-то было, и по итогу все, что осталось врагам Джон, это заниматься мелкими пакостями, как-то сливать ее адрес, удалять имя писательницы из зала славы лучших фэнтези книг, при этом оставляя там самого Гарри Поттера, ну и так далее. Но видимо этого им все-таки в какой-то момент оказалось мало, так что недавно в дело пошла уже откровенная дичь и прямые неприкрытые оскорбления. Дело в том, что как выяснилось пару месяцев назад, идентифицирующий себя как квир, сценарист известный своими радикальными взглядами, написал пьесу под названием Терф Кант, дебют которой был запланирован на фестивале Фридж в августе этого года в родном для Джоан Эдинбурге. Сразу для понимания аббревиатура Терф расшифровывается как транс исключающая радикальная феминистка, ну а слово Кант это пожалуй самое сильное оскорбление в принципе в английском языке, перевод можете сами погуглить. Ну то есть вы уже сами можете себе представить какой по форме и содержанию должна быть эта новая пьеса, вот только вдруг оказалось, что о ужас, проблемы у нее начались, да и не только у нее, а и у самих авторов практически сразу же. Продюсер скандального творения о трансгендерных взглядах Джон Роулинг рассказал недавно Sky News, что участники постановки столкнулись с угрозами смерти, а его собственная мать подверглась нападкам интернет-троллей на фоне критики его проекта. Причем все преподносилось так, что типа нужно еще и пожалеть бедолагу, его пьеса уже сейчас кстати демонстрируется таки на Эдинбургском фестивале Фринж, и представляет собой довольно-таки унылый рассказ о том, как главные звезды франшизы о Гарри Поттере якобы организовывают интервенцию для автора книг по поводу ее гендерно-критических убеждений. При этом, как написало, например, издание Guardian, то, что могло бы стать жарким обменом яростно отстаиваемыми точками зрения, скорее всего вызывает зевоту, чем возмущение. То есть зрителям представили откровенную убогую нудятину, которую пытаются подать сейчас под соусом чего-то возвышенного. Тем не менее, многие справедливо считают данную пьесу нападками на Роулинг и выплескивают, конечно же, свой гнев в интернете в ответ на негативное освещение в СМИ, пишет Sky News. Продюсер шоу Барри Чорч Вудс рассказал изданию, что в адрес постановки было высказано много, как он выразился, фальшивого возмущения. Он заявил, честно говоря, это было немного душераздирающее. Многие люди строили предположения относительно этого шоу, потому что оно называется Терф. Мы столкнулись с угрозами смерти, моя мать стала объектом нападок в социальных сетях. Он добавил, очевидно, что в этом споре есть крайности с обеих сторон, но некоторые действительно отвратительные поступки сделали это слово гораздо более сильным, чем оно должно быть, потому что есть ассоциация. Ну короче, бла-бла-бла, опять нытье и жалобы, даже когда это именно ты хочешь сделать гадость, а не наоборот. Кстати, не знаю, все ли в курсе, но авторы вот этого шедевра столкнулись с проблемами еще задолго до начала своей работы. Ведь еще в конце весны, начало лета, когда их планы лишь наметились, появились сообщения в прессе о том, что почти 100 актрис отказались в итоге играть роли Роулинг и Эммы Уотсон. Так что исполнительницы данных ролей всего за два месяца до премьеры не могли найти, при том, что предлагали для этого максимальные усилия. В пьесе критикующие взгляды Джон Роулинг на гендерные вопросы с трудом набирают женщин. 90 актрис на данный момент уже отказались от ролей, сообщало тогда издание «Телеграф». В производстве еще не выбраны ни одна женская роль, включая роль самой Роулинг. Роль кинозвезды Гарри Поттера Эммы Уотсон тоже неоднократно менялась, добавлялась в отчете, и около 90 актрис отказалась принять участие в проекте из-за опасений по поводу критики писательницы. Были выбраны роли коллег-мужчин Уотсон. Руперта Гринта и Дэниела Рэдклиффа оба также критиковали Роулинг, но при этом креативный продюсер будущего, с позволения сказать спектакля на тот момент будущего, Барри Чорч Вудс, также жаловался изданию «Телеграф», говоря, «этот проект встречал какое-то сопротивление на каждом этапе своего пути, и я в целом был удивлен тем, насколько сложно нам было набрать особенно женский состав. Это ведь хорошо оплачиваемая работа, соответствующая отраслевым стандартам, и сценарий потрясающий», — говорил он. Я думаю, будет справедливо сказать, что при кастинге в игру вступают некоторые моменты. Ну да, какие же это моменты, что актрисы прям, когда видят, в какую дичь их втягивают, отказываются и правильно делают, вопрос открытый. При этом продюсер заявил, мол, есть некоторые предположения, что у актрис могут быть идеологические опасения по поводу пьесы, или они обеспокоены возможной негативной реакцией, — сообщило издание «Телеграф». Многие при этом считают, что тот факт, что продюсеры испытывают трудности с подбором женских ролей в свою пьесу, является все-таки хорошим признаком того, что общественное мнение, как ни крути, не поддерживает откровенных оскорблений и глумления над своими оппонентами. Кстати, как пишет авторитетное издание Time, цитирую, «Еще до того, как кто-либо прочитал сценарий, шотландская газета назвала пьесу, в которой Роулинг обсуждает свои взгляды со звездами фильмов о Гарри Поттере, сквернословным нападением на автора». В статье Daily Telegraph говорилось, что десятки актрис отказались от возможности сыграть Роулинг, но от облоя Daily Mail сообщал, что постановка столкнулась с трудностями при поиске места для, собственно, самого спектакля. В социальных сетях и на женских интернет-форумах ТЕРФ тоже вызвало бурное обсуждение, но, как пишет Time, когда дошла суть до дела, то оказалось, что из 350 мест в зале, как пишет издание, на премьере такой всей из себя растиражированной пьесы было всего, внимание, 55 человек, то есть менее 20%. И это на премьере. Можете сами себе представить, что дальше, видимо, все это будет идти вообще при пустых залах. Вот вам и весь ответ. К слову, в первые дни своих показов шоу получило весьма смешанные отзывы, даже от тех, кто постоянно критиковал Джон Роулинг и высказывал большие надежды в адрес данной постановки. Например, Доминик Кавендиш в статье Daily назвал представление «поглощающим, хотя и не окончательным материалом», который обходил стороной научные и общественные вопросы. Алан Редклифф в рецензии Times of London сказал, что шоу в итоге оказывается слишком затянутым и довольно беспорядочным, а не острой сатирой на онлайн-эпоху, которой оно могло бы стать. Что же касается авторов данного «произведения», то после премьеры Чорч Вуд сказал, что он заверил актеров, что отзывы не важны, но, конечно, кто б сомневался, что бы ни думали критики, сказал он, актеры создали культурный момент. Это феномен, и в конце концов, мировые СМИ написали о нас, конец цитаты. И вот это уже хоть сколько-то похоже на правду. Я имею в виду, что авторы сами признаются, что их главной целью было просто хоть как-то засветиться перед общественностью, попиарить свое имя на другом куда более весомом и значимом имени, хоть и принося при этом вред. В конце концов, исполнительница роли самой Джон Роулинг, которую, к слову, пришлось заказывать аж из-за океана, это американская актриса Лора Кей Бейли, то есть из местных так на самом деле и не нашлось в итоге желающих сыграть роль, которая откровенно порочит Роулинг. Так вот, мисс Кей Бейли сама откровенно призналась недавно, что для нее участие в данной пьесе – это просто шанс привлечь к себе внимание. Ну а продюсеры всего этого балагана даже приглашали, как оказалось на него лично Джон Роулинг, и тоже признавали, что для них это было бы очень круто с пиар точки зрения, хотя и сетовали, что почему-то их предложение осталось без ответа и должного внимания. Ну, короче говоря, чтобы уже закруглять данную тему, мы наблюдаем, как в очередной раз гора родила мышь, а те, кто грозились громогласно приковать Роулинг к позорному столбу и там чуть ли не размазать ее в пух и прах, оказались просто мелкими жуликами, пытающимися попиариться на чужой славе. Да еще и ноющими, мол, как же им при этом трудно было. Очень показательно, конечно, все это, хотя я лично вовсе не хочу при этом идеализировать Роулинг, за ней тоже своих косяков числится немало, и все же подобные постоянные мелкие подленькие гнусные нападки на писательницу все равно выглядят жалко и смешно со стороны. А что вы обо всем этом думаете, пишите ваши мысли в комментариях, ведь на сегодня мы закругляемся. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще этого не сделал, и ставьте пальцы вверх. А также подписывайтесь на наш телеграм, ссылка под видео. Спасибо всем, кто был с нами, и всем пока!